здравствуйте меня зовут канагин сергей и мы начинаем начинаем наш сегодняшний обучающий вебинар по теме продвижения вконтакте либо социальных сетях как хотите так это и называйте и сегодня мы с вами будем говорить о такой замечательной социальной сети как вконтакте и на примере этой социальной сети я буду сегодня делиться с вами определенными фишками инсайдами инструментами стратегиями и методиками и все эти методики вы можете интегрировать на любые социальные сети в которых вам удобно находиться потому что данные методики работают на все на всех социальных сетях вот почему вконтакте потому что вконтакте это самая удобная интуитивно понятная простая социальная сеть где есть различный удобный и многофункциональный сервис по продвижению использования различных фишек и методик и мы сейчас об этом с вами очень плотно поговорим почему я как спикер выбрал эту тему продвижения вконтакте потому что у меня это как наверное крик души потому что мы с вами делаем бизнес в интернете но когда смотрю когда мои партнеры также коллеги по цеху развивают этот замечательный бизнес в интернете и делают это крайне непрофессионально в результате чего получают какие-то препятствия проблемы ну и соответственно негативные эмоции по развитию этого бизнеса почему потому что на не получается у кого нет видео либо у кого нет звука нажмите на своей клавиатуре f5 либо если не не помогает перезайдите в комнату количество участников как раз таки позволяет это сделать и так что у вас никаких не будет препятствий запись обязательно будет и вы можете посмотреть если у вас по техническим моментам что-то не получится посмотреть это в записи но всегда вам рекомендую быть в процессе быть фокусе и присутствует на всех онлайн мероприятиях поэтому если у кого что-то какие-то технические проблемы перезагрузите вот и как я уже сказал ранее проблемы дам у всех потому что не подключаются не растет команда либо мы получаем какие-то негативные эмоции от нашей так скажем аудитории и сейчас мы все это разберем и я вам покажу как делать надо и как делать не надо и и так социальная сеть вконтакте занимающая первое место в россии и аудитория более 190 миллионов людей и тут же отпадает вопрос где брать людей свою команду да потому что в этой социальной сети просто ну изобилие и бесконечное множество партнеров потенциальных людей которых интересуют возможности перспективы связи общения развлечения дополнительный доход основной доход путешествие свободный образ жизни бизнес инвестиции при умножении средств и так далее все это и интересно современному человеку молодому зрелому и людям так скажем старческом возрасте потому что всем нужны деньги всем нужны перспективы и всем нужны возможности и в социальной сети вконтакте это очень просто делать делать этот бизнес очень удобно пользоваться этим сервисом и мы с вами сейчас разберем с чего начать этот замечательный бизнес все мы приходим в этот бизнес делаем бизнес в интернете все мы говорим что этот бизнес в интернете но как его делать в интернете никто точнее большинство не понимают и смотрите давайте перейдем уже к делу первое что вам необходимо это проанализировать вашу ситуацию то есть где вы сейчас находитесь то есть определить свою точку а да то есть прям берете листок ручку и начинаете записывать я такой-то такой-то человек зарегистрирован в социальной сети уже столько-то лет пробовал какие-то определенные методики добавлял друзья лайкал фотографии делал комментарии за что предположим получил бан попробовал эту методику эту методику эту это работает это не очень это предположим совсем не работает потом вы определяете цель чего вы хотите достичь сколько партнеров хотите иметь в команде сколько вы хотите чтобы вам ежедневно обращалась людей в личные сообщения какие вы хотите иметь результаты благодаря интернет-бизнесу какие вы хотите возможно иметь материальные вещи благодаря вашему прибыльному бизнесу и так далее то есть сейчас мы те люди да лидеры команды 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 крипто прайд то есть мы развили этот бизнес но просто до ошеломляющих результатов и каждый день наши личные сообщения просто завалены и катастрофически не хватает времени чтобы ответить на все личные сообщения оказать поддержку помочь в регистрации и так далее и это будет скоро у вас то есть такой же входящий трафик входящий поток если вы будете делать все согласно определенному уже готовому алгоритму следующий момент это вам нужно оформить правильно страницу точнее не страницу а страницы в которых вы ведете свою предпринимательскую деятельность я смотрю за многими партнерами страницы которых но просто не предназначены для ведения бизнеса их страницы предназначены для общения с пацанчиками либо с какими-то телочками на райончике сишками семками и так далее и вот именно вот с этих страниц ведется транслируется этот замечательный бизнес и я не в силах каждому написать в личку сделав замечание поэтому я провожу сейчас этот вебинар для того чтобы массового дать обратную связь и дать вам так скажем помощь и поддержку в том чтобы ваш бизнес был продуктивным и прибыльным и процветающим следующее это выявление вашей целевой аудитории то есть опять же человек приходит в этот бизнес и не разобравшись кому стоит рассказывать об этом бизнесе о чем рассказывать как рассказывать и так далее он не знает кто его конечный потенциальный партнер аватар так скажем своего будущего потенциального партнера что значит целевая аудитория целевая аудитория это а та категория людей с которой вам удобно общаться комфортно общаться и хочется общаться вы знаете о своей целевой аудитории все где он работает какие у него проблемы какие страсти какие потребности какие занятия какие интересы и заговорить с вашей целевой аудитории не будет никаких проблем и выявить какую-то у него проблему потребность и благодаря своему уникальному предложению помочь решить свою проблему и как это делать мы тоже с вами разберем следующий момент о чем мы поговорим это о контент плане то есть какие нужно делать публикации посты а какую нужно транслировать информацию для того чтобы вы стали интересным вы стали узнаваемым узнаваемость вам наш чтобы чтобы вам начали люди доверять и так далее это все тоже нужно делать по определенной методике и практике следующий момент это разработка стратегии я поделюсь с вами парочкой бесплатных стратегии которые работают у меня соответственно следующий момент это действия бездействий ну в принципе вообще ничего не происходит и завершающий момент это контроль ситуации и соответственно статистика изучения и так скажем аналитика и так давайте мы с вами сейчас поговорим о оформлении страницы о постановке цели мы с вами в принципе поговорили да где вы находитесь и определить куда вам нужно стремиться какие результаты вы хотите иметь и давайте сейчас поговорим о оформлении страницы мы делаем этот бизнес в интернете также мы делаем этот бизнес в оффлайне то есть на земле либо сетевики старой закалки говорят в полях и как говорится человека встречают по одежке а провожают по уму состояние ногтей личный запах аромат внешний вид приятная одежда аккуратно обувь закрытая просто деловой притягательный внешний вид все это имеет значение также имеет значение как с аксессуары гаджеты ручки часы смартфон компьютер и так далее все это человек покупает в первые минуты общения с вами это на земле а в интернете человека встречают по его страничке то есть ваша страница это ваше лицо это ваш бизнес не руководство не сайт не личный кабинет а ваша страница это и есть ваш бизнес и в нашем бизнесе люди идут на людей так что давайте мы будем это бизнес делать правильно и будем выглядеть приятно и сейчас я вам примерно покажу как должна выглядеть страничка социальных сетях и так давайте по порядку смотрите начнем с аватарки это должно быть качественное фото сделано на профессиональный фотоаппарат где нет никаких мозаик квадратиков каких-то некачественных моментов это фото должно быть качественным попросите у кого-нибудь фотоаппарат либо попросите у кого-нибудь смартфон с хорошей камерой чтобы у вас фотографировали где-то на красивом виде фоне и чтобы вы там были очень приятным человеком и важно чтобы вы на фото были крупным планом чтобы ваша голова была крупная для чего потому что когда человек смотрит вашу страничку предположим с телефона он мог вас все равно в круглешочки он называется миниатюра вас увидеть и вас узнать даже издалека недопустимо стоять на фото вдалеке где вы будете каким-нибудь маленьким человечком и не дай бог стоять спиной либо еще как-то следующий момент в аватарах у вас должно быть немного фотографий достаточно 4 тире 6 фотографий чтобы не получилось так когда человек зашел к вам на страницу и начал бесконечно листать ваши фотографии и не дай бог там будут какие-нибудь зверушки машинки непонятные какие-нибудь каракули либо еще что-то это тоже недопустимо аватар должен быть качественным вы на аватарке должны быть ваша голова точнее был должна быть крупным планом и следующий важный момент это аватарка должна быть у вас на всех социальных сетях и на всех мессенджерах telegram в вайбер ватсап одноклассники instagram должна быть одна аватарка если вы новичок для того чтобы вы стали узнаваемым чтобы у вас человек мог с легкостью найти в других социальных сетях и понять что это именно вы потому что ваше фото он уже видел и она эта фотография врезалась ему в память следующий момент это ваш статус статус социальных сетях этот статус должен быть интригующим интересным и должен призывать вас к действию не вас а точнее вашего потенциального партнера смотрите и этот статус должен отвечать на три следующих вопроса первый вопрос это чем вы занимаетесь и чем вы занимаетесь это было в такой завуалированной форме непонятной но интересной не нужно туда писать я представитель компании эйван либо арифлейм то есть вы сразу же попадете в черный список вы должны обозначить там вашу деятельность занимаетесь вы инвестициями занимаетесь бизнесом либо криптовалютой и так далее то есть первый вопрос чем вы занимаетесь а второй вопрос что человек получит благодаря вам то есть какую выгоду вы можете ему дать и следующий вопрос что нужно делать это написать вам на призыв действию да вот предположим как у меня занимаюсь без бизнесом интернете инвестициями покажу как за три-четыре месяца свою жизнь превратить высокодоходное хобби пиши в личные сообщения интересный статус опускаемся чуть ниже подробная и интересная информация о вас заполните подробно и в то же время кратко не нужно вот таких вот текстов чем вы занимаетесь ваши интересы и так далее это не работает это никому не надо люди не любят читать много кратко содержательно и интересно обозначьте ваше семейное положение чтобы люди видели ваш так скажем ваше семейное положение если она конечно же есть следующий момент вместо вместо работы можете скопировать собственный статус для чего потому что когда вы будете точнее когда ваш потенциальный партнер будет смотреть поиск людей и если в его поле зрения в этом списке окажется ваша аватарка с именем и фамилией то есть под вашим именем фамилии будет как раз таки место работы и там как раз таки будет ваш интригующий статус благодаря которому он заинтересуется и попадет на вашу страницу и будет там вращаться и об этом вращении мы чуть позже поговорим следующий момент это ваше имя фамилия оно должно быть полным то есть Коныгин Сергей все понятно имя и фамилия то есть некоторые партнеры допускают такую ошибку если он допустим там указывает Иосиф инвестор либо Иосиф успешный Иосиф инвест и так далее то есть когда человек попадает на вашу страничку у него сразу же пропадает кредит доверия точнее он даже не появляется потому что вы что-то скрываете вы не хотите быть публичным значит вам нельзя доверять и так далее поэтому если у кого-то изменена фамилия либо имя то я вам рекомендую играть в открытую потому что вам нечего бояться далее это ваша популярность то есть ваши друзья подписчики и статистика когда вы будете становиться интересным когда вы будете своей целевой аудитории давать какую-то качественную полезную интересную информацию вы будете привлекать к себе внимание вы будете повышаться в рейтинге и на вас будут обращать внимание и каждый день вам будут добавляться в друзья добавляться в подписчики и так далее и когда у вас наберется более ста подписчиков под вашей аватаркой появится вот такой квадратик со столбиками статистикой где вы сможете отслеживать каждый день вашу посещаемость вашей страницы лайки комментарии посещения и так далее и соответственно ваша аудитория будет становиться все больше и больше и больше а именно это нам и нужно следующий момент это мои фотографии которые вот находятся вот здесь ниже это тоже очень важный момент потому что у многих это опять же грубая ошибка когда они публикуют посты со всякими картинками природой какими-то скринами со своего компьютера личного кабинета и так далее и вся вот эта солянка непонятных картинок умещается вот здесь и когда человек заходит он видит то что ну это все неаккуратно и некрасиво и наша задача привлечь внимание а не оттолкнуть человека и когда у вас вот в этом разделе где вот эти четыре фотографии будут качественные картинки интересные о вашем образе жизни о ваших занятиях о ваших интересах о вашем отдыхе о ваших результатах и так далее он будет все больше и больше погружаться и проводить времени на вашей странице и он начнет листать эти фотографии и фотографии за фотографией ему будет все больше и больше интересно вы как личность и следующий момент после того как он увидел что у вас отличный образ жизни яркий вы занимаетесь спортом у вас красивая семья вы отдыхаете путешествуете развлекаетесь он пойдет к вам на стену а это уже совершенно другая тема и другая природа на вашей стене у вас должна быть интересная закрепленная запись которая не сможет выдавиться никаким другим постом это можно делать нажав вот в правом нижнем углу на три точки и закрепив запись и в этой записи я вам рекомендую рассказать о вас самих какой вы человек чем вы занимаетесь чем интересуетесь чем увлекаетесь о ваших мыслях интересах хобби и так далее чтобы человек прочитав какую-то мини историю о вас и чтобы вы ему стали симпатизировать и импонировать и так же здесь нужно разместить какое-то либо видео видео о вас либо фотография о вас и так далее можете просто сделать свое какое-то промо видео о вас самих чтобы человек не читал а просто нажал play и посмотрел потому что ну человек так устроен что он не любит читать и когда вы настроили правильно страницу сделали ее бизнес ориентированной удалили со своей страницы все старые фотографии которые не характеризуют вас как бизнесмена и предпринимателя почему потому что опять же повторюсь захожу к некоторым так скажем коллегам ну и другим в принципе интернет предпринимателям и это реально бич интернет-бизнеса когда человек на аватарке сидит на корточках жарит где-то в огороде шашлык либо сосиски сзади валяются какие-то полторашки от жигулевского начинаешь листать фотографии он где-то там у подъезда сигаретой потом допустим где-то с бокалом непонятно какого напитка и так далее и у него статус научу зарабатывать в интернете но соответственно такому человеку никто не напишет либо напишет раз в пять лет человек у которого такие же интересы и такие же увлечения но нам не нужны такие партнеры я думаю вы со мной согласитесь и когда вы настроили правильно страницу она у вас стала бизнес ориентированным вы стали на ней приятным целеустремленным активным жизнерадостным человеком то мы переходим к следующему этапу мы выявляем свою целевую аудиторию это очень важный пункт в построении бизнеса то есть приходя в этот бизнес опять же человек совершает большую ошибку он начинает без разбора сразу же начинать рассказывать об этом всем не понимая зачем и как это нужно делать следующее вам нужно составить портрет аватар своего партнера разбить его на категорию то есть у нас у всех 18 годам уже больше 500 людей в окружении наших друзей товарищей знакомых и приятелей и всем им интересны те вещи которых я говорил бизнес инвестиции свободный образ жизни связи общения развития и так далее и нужно понять как им рассказать об этой возможности и для этого нам необходимо составить аватар клиента и выявить ту категорию людей с кем нам удобно и комфортно развивать этот бизнес и мы начинаем мы определяем категорию человека определяем пол допустим мальчики налево девочки направо возраст это 25 лет тут 30 тут 35 40 и так далее география где они все и в каком городе находятся для чего для того чтобы правильно сделать предположим предложение этому человеку и порекомендовать опять же какое-то мероприятие в его городе определить их уровень дохода сколько они зарабатывают либо хотят зарабатывать их профессию должность окружение их страсть что им что им что им что им не терпится достичь кому-то может путешествовать кто-то хочет мечтает и грезит о своем собственном жилье машине и так далее выявить проблемы этих людей найти их опять же это может быть собственно жилье либо автомобиль либо обучение детей и так далее и нам нужно знать информацию о наших потенциальных партнерах чем они интересуются какой они ведут образ жизни платежеспособны ли они готовы ли покупать инвестировать и так далее уровень владения интернетом если он зарегистрирован во всех социальных сетях и если он зарегистрирован предположим в фейсбуке то уровень владения компьютером равняется ему уровня ветеран и это тоже очень так скажем полезный здесь момент деятельность чем он занимается где работает социальный статус то есть он управленец либо менеджер либо обычный рабочий и так далее материальное положение что ему и на что хватает возможно ему хватает только на продукты возможно ему хватает на что-то еще допустим на продукты и на одежду но он хотел бы покупать одежду гораздо качественнее возможно ему хватает на качественные продукты на качественную одежду но он хотел бы что-то еще более серьезное и когда у вас сложится портрет вашего потенциального партнера ваш аватар то вам без проблем так скажем вы без проблем сможете сформировать предложение для для вашего потенциального партнера и вы переходите к следующему этапу и когда вы составили аватар вы начинаете формировать контент-план то есть вы нашли вашу целевую аудиторию вы знаете чем они интересуются с чего хотят какие у них проблемы и какие у них увлечения и так далее и отталкиваясь от этого вы начинаете формировать контент контент-план о котором мы сейчас с вами так скажем поговорим и что это в принципе такое вы должны представлять что пользователи получат прийти к вам в команду и вы формируете как раз таки такие посты благодаря которым ваша целевая аудитория которая находится у вас в социальных сетях будет видеть какие преимущества они получат придя к вам в команду и каждый день они начнут непроизвольно наблюдать потому что это все будет попадать им на глаза в их новостных лентах преимущества вашего продукта либо предложения проблемы их целевой аудитории если допустим у вашего потенциального партнера так скажем проблемы с машиной автомобилем либо не проблемы а его страсть а он предположим хочет купить себе машину премиум класса и вот вы выкладываете какой-то ролик о покупке машины либо вашей либо партнер вашей команде покупает либо выезжает салона на машине премиум класса и он это видит и он видит в этом ролике себя точнее он хотел бы видеть себя в этом ролике он хотел бы прожить эти эмоции которые проживает в этом видеоролике этот главный герой и он начинает за вами наблюдать за вашей страницей потому что он видит спасение вас и вашем предложении следующий момент это конкурсы опросы люди любят участвовать проголосовать посмотреть результаты по принимать участие участие в каких-то тестах опросниках это все тоже возможно делать в этой социальной сети а также нужно делать достижения и результаты и ваш свободный образ жизни лайфстайл чтобы он видел как вы отдыхаете как вы развлекаетесь как вы живете и так далее следующий момент это мероприятие то что у вас происходят какие-то интересные корпоративные события тусовки развлечения мероприятия следующий момент это мотивация выкладывайте какие-то интересные ролики создавайте их сами и и человек когда зайдя к вам на страницу либо увидя ваш пост о мотивации о правильных мыслях о правильных действиях будет видеть этот контент он будет вы будете у него точнее ассоциироваться с целеустремленным человеком за которым можно идти потому что у него есть цель и у этого человека тоже вашу возможно есть цель и вы будете единомышленники следующий момент это юмор люди любят юмор какие-то веселые видяшки либо какие-то веселые фотки также какие-то веселые мемы и так далее какой-то стёб добрый позитивный чистый цитаты великих людей опять же чтобы это было на ваших фотографиях либо комментарии к вашим фоткам видеороликам притчи и истории ну и соответственно конечно же авторские посты то есть авторский пост это тот пост который вы придумали сами вы заморочились на вас на вас нашло вдохновение и вы сделав какую-то фотку либо засняв какой-то видеоролик на ваш на вас нашло вдохновение и вы создали такой авторский пост мотивирующий либо веселый либо призывающий к действию и так далее ну и различные инсайды либо лайфхаки всякие интересные штуки выходы из каких-то сложных либо непростых ситуаций вот все это людям будет интересно и нужно делать этот контент план так скажем его делать разношерстным разносторонним чтобы не получилось так что у вас только о вашем продукте либо о вашей компании я тоже замечаю этот момент когда заходишь к человеку на страницу и у него только об одной компании приходи на вебинар приходи на презентацию а вот запись презентации а вот школа а вот это про это а это про то а вот тут и у нас про руководство а вот у нас посмотри какой замечательный продукт а смотри какая польза нашего продукта и все только про одну компанию и человеку интересен такой парень как я такой парень как вы и я если возможно и зайду к этому человеку на страницу но я к этому человеку никогда не подключусь потому что он не интересен он делает неправильно бизнес а если даже меня заинтересует это предложение то я пойду к человеку который делает этот бизнес не навязчиво не агрессивно он не насилует свою целевую аудиторию просто представьте когда вы просыпаетесь берете в руки телефон заходите социальную сеть попадаете в новостную ленту и там все просто одной компании завалено и так далее а когда другая картинка когда сегодня вы увидели что это человек классно провел вчерашние выходные потом он поехал в путешествие потом он каким-то образом заработал десять тысяч долларов а потом стало понятно то что его что-то мотивирует он достиг какую-то цель тут он поделился какой-то шуточкой прибауточкой тут он вообще сам записал видео и я услышал его голос тембр голоса его мимику его жесты и оказывается это очень приятный интересный человек дай-ка ему зайду на страницу и посмотрю разберусь вообще чем он занимается потому что мне стало интересно и так далее и вот именно и так нужно развивать себя как бренд в социальных сетях и мы переходим к следующему этапу мы начинаем разрабатывать стратегию по контент-плану то есть по сути в лучшем варианте нужно делать 7 постов в день 7 постов разношерстных то есть такая должна быть солянка не должны посты повторяться на какую-то одну тему и так далее то есть посты должны быть разные 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 на различные темы о которых мы с вами сегодня говорили то есть это примерно 2-3 поста для вашей целевой аудитории то есть это решение их проблем либо это выгода какая-то для них либо какой-то пример на себе самом то что вы однажды предположим инвестировали там 100 долларов и теперь ваши 100 долларов превратились в тысячу долларов и так далее кто-то в команде когда-то у вас инвестировал 40 тысяч рублей в криптовалюту и через полгода он покупает квартиру на эти деньги в нашей команде как раз таки есть такие случаи и их очень много и так далее следующий момент это один-два поста о вашей жизни как вы отдыхаете как вы развлекаетесь как вы проводите время как вы занимаетесь спортом о ваших интересах увлечениях и так далее пошли гулять пошли в кафе пошли в кино пошли в театр выбрались куда-то командой на какое-то увлекательное событие покататься на картингах либо поиграть в боулинг либо поиграть в денежный поток игра да такая есть интересная и так далее следующий это один пост продающий то есть в котором вы призываете к действию человека заставляете его задуматься над чем-то и так далее и делать посты нужно практически каждые 2-3 часа проснулись сделали пост а потом через 3 часа сделали пост а через 3 часа сделали пост и так далее и вы ненавязчиво всегда на глазах у вашей целевой аудитории вы становитесь интересным вы становитесь узнаваемы вы становитесь популярным а значит в вам начинают доверять вас начинают узнавать и вам начинают писать и смотрите что получается когда вы начнете внедрять эту стратегию вы создаете исходящий поток когда вы даете своей целевой аудитории качественную информацию благодаря которой она может удовлетворить свои потребности либо проблемы вы делаете исходящие каждые три часа каждые три часа и вы начинаете получать входящий поток в виде посетителей на вашу страницу в виде лайков в виде комментариев в виде обращений к вам в личные сообщения и самое главное вы начинается общение начинается устанавливаться контакт с человеком в продажах в построении бизнеса любого работает следующий алгоритм первое это установление контакта с нашим потенциальным партнером нужно завоевать его внимание и вы как раз таки это сделали сделали это не навязчиво вам не пришлось я за ним бегать вам не пришлось его уговаривать он вам написал сам а это высший пилотаж когда контакт установлен включается второй этап это общение и выявление потребности человека возможно он вам сам написал то есть привет саша я увидел у тебя офигенный пост что что вашей команде ребята добиваются просто выдающихся результатов и я посмотрев историю этого человека ну просто вдохновился потому что я в нем узнал самого себя у меня сейчас стоит ребром точно такой же вопрос как стоял ребром у у этого человека однажды я хотел бы узнать этом более подробно более детально и тут мы переходим к третьему этапу это предложение предложение в таком ключе чтобы она решала его проблему то есть вы говорите да это действительно реально и ты конечно же можешь этого достичь решить свой вопрос а если вот посмотришь этот пятнадцатиминутный ролик и ты наверняка увидишь выход из твоей ситуации либо я тебя приглашаю как раз таки по этому поводу на сегодняшний вебинар который будет в 1900 москвы поставь себе напоминания чтобы не пропустить и это человек сто процентов будет на это мероприятие и после чего вы переходите к следующему этапу это выявление ой ответы на возражения если конечно же они остались отвечаете на возражение переходите к сделке регистрация и соответственно включается сопроводительная работа и вот таким образом вы начинаете получать входящий поток в качестве лояльных клиентов это именно тот то что нам необходимо и мы идем с вами дальше а ага вот как раз таки обещанный тот метод и это стратегия та методика которым я вам говорил стратегия называется следы когда вы качественно оформили вашу социальную страницу точнее социальные страницы вы начинаете следить каким образом вы заходите на странице ваших партнеров которых вы увидите в команде и начинаете ненавязчиво опять же лайкать комментировать оценивать и так далее а сейчас я поделюсь с вами совершенно но такой секретной фишечкой только никому не говорите об этом то что когда ваш потенциальный партнер выкладывает какую-то определенную информацию и самое что секретное в этом самое для него драгоценное это та информация та фотография и тот пост который он сделал сам сделал только что смотрите друзья когда ваш потенциальный партнер сделал какой-нибудь селфи сделал какую-нибудь фоточку и и выложил ее в социальной сети для чего он это делает для того чтобы получить признание тех друзей которые у него находятся на его странице получить лайки получить комментарии и он ждет сколько же ему интересно сколько его пост наберет лайков прокомментирует ли кто-то конечно прокомментирует и это сделаем мы мы поставим ему лайк мы напишем комментарий на его свежее фото мы оценим его авторский пост который он сделал только что потому что для него это самое заветное и сокровенное посты фотографии которые сделаны только что и что происходит в этот замечательный момент он увидел что его кто-то лайкнул кто-то поставил ему оценку кто-то поставил ему комментарий и что он происходит в этот момент он идет посмотреть кто это за человек и он попадает к вам на вашу затюнингованную упакованную правильную страницу где у вас все качественно сделано и тут включается эффект воронки так эта методика и называется страница воронка когда человек попадает к вам на страничку он начинает вращаться интересная аватарка приятный человек красивая семейная пара вау суперский пост человек занимается в интернете бизнесом я тоже когда-то этим интересовался о так он еще и может научить о так ему нужно просто написать ну-ка дай-ка я посмотрю так ли это на самом деле он начинает смотреть фотографии фото статусе да действительно человек соответствует своим словам у него отличные результаты у него классная машина он везде путешествует дай-ка посмотрю его стену и он начинает смотреть стену вращается там ему схожи ваши интересы ваши мысли ваш образ жизни и вот он уже внизу и он проваливается куда надо и что делает пишет вам привет допустим там саша я случайно каким-то образом оказался на твоей странице у тебя она такая увлекательная и я прочитал твой статус и решил тебе написать чем заключается твое предложение чем вообще ты занимаешься и можно ли об этом узнать подробней я вас поздравляю это высший пилотаж и давайте мы с вами сделаем следующее вот и это все дает бесплатная техника следы но будьте пожалуйста аккуратнее потому что существуют стратегии различные методики которые работают сегодня но не работали предположим месяц назад и месяц назад которые работали методики они могут не работать сегодня почему потому что есть определенные лимиты на лайки лимиты на комментарии и лимиты на добавление в друзья вообще я вам крайне не рекомендую добавлять самому а если и добавлять то не больше 5 человек в день вот благодаря технике следы вы можете делать так что человек сам вас будет добавлять следующий момент существуют платные так скажем сопроводительные инструменты которые будут делать эту же самую работу за вас будут ставить посты будут делать автолайкинг либо писать комментарии за вас но писать комментарии я бы вам крайне не рекомендовал и сервисы эти рекомендовать тоже не буду потому что вконтакте тоже администрация борется с подобными сервисами и некоторые видео работают ой видео говорю инструменты работают а некоторые прекращают свою работу поэтому этот вебинар будет в записи и рекламировать какой-то инструмент сейчас будет неуместным инструмент наверное будет прикреплен в комментарии к записи к этому видео и мы с вами переходим к следующему моменту он называется копирайтинг как и каким образом оформлять собственный авторский пост важным очень важным это заголовок и он должен быть цепляющим он должен быть интригующим побуждать и пробуждать желание прочитать пост до конца предположим вы написали допустим акула съела человека и рассказываете своем посте какую-то интерпретацию метафору либо какой-то допустим образом раскрываете на свою тему уже этот заголовок ну вообще свою тему и он не должен быть тело так скажем этого поста не должно быть написано просто одним текстом то есть вот такая допустим портянка без пробелов без абзацев и так далее то есть делайте двойной абзац раскрыли одну тему и чтобы это было блоками потому что человек когда видит что всего лишь два блока его можно осилить его можно прочитать но когда он видит то что они вместе это кажется большая какая-то такая информация на которую он сейчас просто потеряет возможно минуту времени и что происходит иногда человек когда даже видит то что написано два или три вот таких блока да несколько тел поста он все равно как бы ленится читать потому что ну человек такое ленивое создание и ему так бы охота так чик-чик-чик пролистать этот пост до конца чтобы так хотя бы примерно представлять и внизу у вас опять должен быть следующий момент это цепляющая концовка то есть что-то опять такое интригующее чтобы его заставило вернуться назад наверх и прочитать все-таки этот пост очень внимательно и до конца это очень важно и это очень такой так скажем момент который работает и не забывайте пожалуйста про хэштеги хэштегов нужно использовать в своем посте до десяти штук потому что если вы делаете больше десяти то эти хэштеги перестают работать что такое хэштеги то есть это некая такая поисковая система которая по которым ваши потенциальные партнеры ваша целевая аудитория может находить вас по данной тематике если вы делаете бизнес свой инвестиции криптовалюты и так далее и если у вас пост про криптовалюту то вставляйте хэштеги данной тематики биткоин блокчейн эфириум другие криптовалюты и когда человек где-то на другом конце планеты у кого-то где-то что-то узнал о криптовалюте и нажал на этот хэштег предположим на биткоин он переносится на следующий раздел где все посты с этим хэштегом высвечиваются и когда он смотрит все это изобилие постов возможно его пост вас больше всех заинтересует ваш пост его больше всего заинтересует и он обратиться именно к вам благодаря именно вот этому инструменту ну и соответственно качественная картинка она должна быть качественная это должно быть качественное фото заведите себе хороший фотоаппарат либо сейчас в этом уже нет необходимости и достаточно иметь очень хороший качественный смартфон с профессиональной камерой то есть сейчас такие пошли смартфоны которые не уступают в принципе фотоаппаратом всяким различным линзовым и так далее и очень важно протирайте перед каждой фотографией камеру потому что она может быть заляпана вашими пальцами либо чем-то еще и когда вы делаете фото оно может терять качество также делайте на своих фотографиях различные фильтры которые будут обострять определенные тона и определенные цвета но делайте это аккуратно и не пренебрегайте этим инструментом чтобы не получилось так чтобы это уже слишком там обработана фотография что уж даже некрасиво становится все должно быть в меру вот и когда у вас будут такие качественные посты с качественными фотографиями либо с качественным видео за вами будут наблюдать к вам будут заходить вы будете становиться популярным к вам будут добавляться друзья и вы будете формироваться как бренд и ваше имя и фамилия уже будет на интернет пространстве иметь определенный вес потому что вы делаете бизнес в интернете профессионально и не забывайте интегрироваться во всех социальных сетях предположим вот как в инстаграме можно делать один пост и сразу же его заливать на все другие социальные сети то есть делав один пост вы сразу же можете интегрировать его во все социальные сети привязав их к своему аккаунту в инстаграме если вы хотите чтобы это было более аккуратно и более качественно и делайте пост вконтакте отдельно делайте отдельно в инстаграме в одноклассниках в фейсбуке ну и соответственно не забывайте про ютуб потому что если человек узнал какую-то информацию он идет на ютуб и чтобы посмотреть об этом видяшки а не читать ненужный хлам устаревший хлам на просторах интернета потому что ну человек больше любит смотреть экспертное мнение нежели читать какой-то текст непонятного человека поэтому это тоже очень работает и с ютуба идут очень хорошие льды холодные контакты и хорошая аудитория ну и в принципе не забывайте контролировать ситуацию то есть ведите статистику отслеживайте свою на свои действия слеживайте посетители страницы как я и говорил ранее когда у вас подписчиков будет больше сотни у вас под аватаркой вконтакте появится определенная кнопочка она будет вам показывать вашу статистику вашей активности благодаря которой вы будете смотреть посещаемость и тех тех людей которые проявляют к вам интерес сколько людей вам написали сколько со сколькими вы пообщались кому этот бизнес презентовали и так далее следующий интересный момент это ведите учет ваших действий в разделе друзья в разделе друзья можно формировать списки списки такие как у вас уже есть там готовые списки одноклассники сослуживцы коллеги однокурсники и так далее и можно также добавлять списки создавать списки я вам рекомендую чтобы ваша работа и ваши действия не были в пустую нужно все держать на карандаше потому что самая лучшая память на конце карандаша смотрите вы начнете общаться вам начнут писать за вами начнут наблюдать и у вас появится лояльная целевая аудитория с которой вы будете вести общение и некоторые будут выдавливаться вниз определенным то есть перепиской где-то кто-то будет теряться и чтобы этого не происходило чтобы где-то заинтересовавшийся партнер который сказал то что вот я сейчас жду предположим когда у меня произойдет определенный процесс у меня будет капитал и я буду готов с тобой развивать этот бизнес потому что мне он нравится мне интересен ты как человек и как наставник и все мы с тобой сделаем большой бизнес и общавшись с ним не общавшись с ним целый месяц у вас его выдавят другие диалоги и как раз таки в том разделе вы составьте себе следующие списки лично мне это очень помогало список красные список желтые и список зеленые в списке красные мы помещаем тех людей так скажем негативщиков которые возможно как-то отрицают либо против нашей деятельности либо относятся ему со скептицизмом с негативом и так далее мы всех людей помещаем туда и мы их туда помещаем кто-то скажет не работаем с этой целевой аудиторией потому что нет смысла на самом деле смысл есть почему потому что мы в них однажды инвестировали свое время и эта инвестиция все равно принесет плоды следующий список это список желтые это которые не красные и не зеленые они не да и не нет так скажем мечутся двух огней они хотят и попробовать и в то же время сомневаются и такая аудитория есть кто-то ждет чего-то кто-то хочет посоветоваться кому-то все нравится но он хочет понаблюдать мы всех людей помещаем в этот список и список зеленые это тот список таких как мы которые вот так вот молниеносно принимают решения включаются в работу и начинают достигать цели выходить на вдохновляющие результаты зарабатывать и радоваться жизни таких людей очень много и наша задача это искать зеленых из желтых делать зеленых из красных делать желтых а из желтых делать зеленых и так далее и пообщавшись к вам написал человек он о вас все узнал вы в процессе диалога поняли то что этот человек хочет подумать вы его помещаете в список желтые вы выкладываете посты публикуете различные цитаты выкладываете фотографии с вашим образом жизни и вам пишет предположим человек вы в процессе общения понимаете то что ну это полный негатив у человека война в голове вы его помещаете в красные и также человек который пишет я хочу к тебе в команду это соответственно зеленые мы его помещаем в зеленые и потом спустя неделю вы заходите на следующий круг и спрашиваете у красных как у них дела как они проводят время как провели выходные и когда возникает точнее когда поступает им такой вопрос ответ на него как правило дела нормально а у тебя как у меня тоже все супер помнишь я тебе рассказывал о суперской возможности ты мне сказал то что это все ерунда он говорит ну конечно же помню что мне не помнить ну вот посмотри как у меня прошла эта неделя соответственно человек видит то что его собеседник получил за неделю его месячную зарплату долго ли он будет оставаться в разделе негативщиков соответственно он из красного превратиться в желтого тут тут потому что теперь тот человек который ему рассказал об этой возможности совершенно другой человек в его глазах вот ну и соответственно такой же принцип будет работать с зелеными и таким образом вы работаете со своей целевой аудиторией своей вообще аудиторией и я вам расскажу то что из красных из негативщиков у которых просто однажды несли такую ересь с пеной на губах и они превратились в очень ресурсных топ лидеров моей команды про которых вообще бы никогда не подумал что этот человек на такое способен и так далее и тем самым вы можете контролировать ситуацию отслеживать свою статистику и все ваши потенциальные партнеры будут у вас на расстоянии вытянутой руки и никто никогда не потеряется ну и вот в принципе у меня на этом все это все что я хотел на сегодня вам дать вам с вами этим поделиться ну и соответственно пожелать пользуясь случаем продуктивного прибыльного процветающего вам бизнеса больших чеков больших профитов большой несокрушимой команды но и самое главное крепкого здоровья с вами был канагин сергей открою чат всего доброго до новых встреч